Уже много лет в Иркутске не могут избавить стены, зданий, заборы, остановки и детские спортивные площадки от творчества уличных горях художников. Сейчас распространены даже не рисунки, а надписи. Это приравнивается к вандализму и карается административным арестом или штрафом. Но что если нарушитель может стать творцом? Как этого можно добиться? Узнайте в материале Олега Федорова. Каменные ребра вместо тетрадных строк. Разве мог архитектор этого дома подумать, что фасад его творения станет доской для чужих автографов? И это в самом центре Иркутска. И название у данного явления имеется. Теггинг – это вид граффити, быстрое нанесение подписи. Зачастую такие закорючки можно встретить на остановках и на детских, а также спортивных площадках. Но такое творчество подпадает под административную ответственность. Расписывая стены, можно подписаться на 15 суток или крупный штраф. Что касается привлечения к административной ответственности, мы такую тоже работу проводим. В прошлом году было составлено около 60 таких протоколов. Но прежде всего, конечно, мы на сегодняшний день работаем с собственниками зданий, на которых появляются вот такие рисунки. Мы работаем с отделами полиции, чтобы они жестче контролировали и, собственно говоря, ловили этих нарушителей. Для того, чтобы на сегодняшний день мы выдаем предостережение. Разумеется, такой подход не по нраву владельцам зданий, чьи фасады подвергаются маркерному осквернению. Им приходится за свой счет перекрашивать стены. Но часто подрядчики замазывают такие художества не в тот цвет. Это некрасиво, да еще и вызывает приступ рецидива у уличных вандалов. Гораздо действенный способ борьбы с теггингом – предоставление открытых площадок, на которых молодые люди смогут выплеснуть весь свой креатив. В Иркутске давно сами уличные художники сколачивают импровизированные секции по обучению искусству граффити. Мы вот свой проект таким образом и, по сути, позиционируем, что ребята могут прийти, развивать уличное искусство, показывать себя в любом ключе творческого направления. То есть, да, это стрит-арт, но мы не ограничиваем ни в шрифтах, ни в стилистике. Стараемся подобрать объекты, стараемся подобрать какие-то композиции, чтобы ребята могли себя действительно как-то презентовать. И таким образом, ну, то есть, к нам и вандалы приходят, и потихонечку тоже меняются. И с помощью таких проектов изменится и облик города. Здания, заборы и остановки избавятся от корявых закорючек. В этом могут помочь стены свободного творчества. Это площадки, которые по договоренности городской администрации и уличных художников превращаются в панно с разными героями и сюжетами. Подобный проект реализуется в Иркутске с 2020 года. И будет здорово, если он станет обыденностью. Олег Федоров, Виктор Черкашин. Новости по будням.